всем привет с вами алексей середина сентября 20 километров от харькова украина давайте сегодня пару слов расскажу в основном о сорте шедевр что на какие результаты можно рассчитывать как он выглядит чего можно делать чего делать не надо и в конце если останется время покажу как развивается квадрат шедевра я очень доволен кстати забегу вперед значит будет еще пару слова падалица что такое падалица падалица от орех который не развился по некоторым причинам вот так он это сорт трапезунт вот так он и пойдет в чем проблема он не отделяется от плюски значит что-то с ним не так скорее всего он пустой либо поврежден долгоносиком где-то здесь и все такое есть отверстие либо дырочка как хотите называйте значит повредил долгоносик так называемый это будут отдельные видео и были будут по поводу этого товарища в общем слава богу его не так много вот этот с учетом с учетом того что там целый ряд фундука сорта трапезунт вот это вот столько падалица да и меньше чем у меня нападала с одного куста косворда я делал об этом видео буду реанимировать буду дальше продолжать то есть там говорил что буду удалять нет удалять не буду на самом деле буду бороться до последнего за косворд но пока вот по трапезунду это не реклама просто рассказываю как есть пока попадали цитропе зонда результаты отличные и очень мало очень мало примерно такая же ситуация шедевром вот это вот я собрал шедевр с одного кустика высаженного вместе с вами весной только не той весной естественно а прошлой весной то есть прошло чуть чуть больше года это было однолетнее растение небольшого размера и вот уже получили вот такой мы урожай но орех имеет бывает и вытянутая форма это сигналка бывает разный ну вот приблизительно вот так должен выглядеть шедевр есть такой по ровненький гладенький есть кривой смотря сколько их штук в кластере были вот кластеры вот допустим было 30 вот было пять штук если пять штук уже может быть кривой орех но это пока идет разговор о сигналках от с других растений тоже там бывает вообще вот мелочь пожалуйста там если их много было какой-то вообще непонятной формы вот если ореха было поменьше он дал уже вот хороший крупный орех что хотелось бы отметить орех очень красивый это сейчас он такой немножко неоднородный потом он еще потемнеет наберет красно-коричневую форму но я не знаю но мне очень нравится пройти мимо такого ореха мне кажется будет просто невозможно хорошая плодовитость скажем так морозоустойчивость также как и у трапезунда немного весной спешит скажем так весь вегетации поэтому возможно подмерзание на каких-то открытых участках на полях но это скорее всего в больше в молодом возрасте когда растение уже крепчая таких проблем этого не будет вот есть у меня растение мы доберемся до них я покажу у них были подмерзания в позапрошлом году и тем не менее но моментально восстановилась и дало урожай вот это но это не падалица это я сорвал с кустов вот опять же видите засохшая плюс к все скорее всего там ну саму самого плода нет и решек не отделяется все это уже 99 и 9 процентов что орешка там не будет либо он будет такой мелкий мелкий недоразвитый кривой в общем не не годится не товар на абсолютно такое можно сразу выбрасывать смело это пересаживались растения 1 и 2 лет ну скажем так двухлетний до пересаживались они уже заложили урожай и этот урожай скажем так он получился вот таким вот почему потому что конечно растение было пересажено повредить корня я не удалял получается маленький кустик на нем много завязи я показывал эти кусты дату шедевр сыпет ну хорошо сыпет на самом деле начиная с молодого возраста в принципе то есть может он это делать там фосфорокалийные удобрения обязательно под зиму гуматы я использую то есть это очень хорошо влияет соответственно по разному но бывает такое что и много ореха сильно насыпает потом отдыхает в молодом возрасте поэтому ну не надо оставлять не надо оставлять много сигналок иначе он их не выкормил и получите вот такой результат уход был принципе нормальный поливы были и в этом году было много дождей поэтому как бы все нормально это вот немножко недозревшие еще вот тоже разные формы бывает вообще такой вверх там боровской его опылять немножко это более похожая стандартная форма в общем вот такой вот у меня шедевр и у вас должно быть что-то хотя бы похожее на это да то есть если орех у вас будет очень мелкий другой формы значит это уже не шедевр это либо какой-то из сеянца этот лодки пошли ну таким он не должен быть он может быть крупнее естественно этого ореха может быть более гладкий и так далее я их называю там клонами если там чуть-чуть как-то отличаются но в основном хотя вот приблизительно должно быть у вас если у вас такое значит вас не обманули значит у вас что-то по крайней мере очень родственная ну и быстренько покажу квадрат шедевра расскажу вкратце на нем значит вот так внизу у нас на расстоянии примерно метр на метр на метр на метр ну чуть больше наверное здесь метров 20 может быть и не жалею что сделал больше да можно сделать и полтора даже все таки и вот так под наклоном были высажены растения потому-то здесь они разветвляются особо я их стараюсь не зарезать вот этот подломился и был пересажен и немножко отстал в росте ну ничего страшного все хорошо им буквально по несколько лет наверное третий год точно не могу сказать уже не фиксирую к сожалению не сбиваю со счета но скажем так растения достаточно молодые при этом они уже дают прекрасные результаты здесь с разных институтов вот здесь скажем так тоже заложили сережки есть орех этот орех скажем так от оригинального от от первых растений до от первых растений шедевра предоставил мне его в свое время игорь губин спасибо ему за это огромное там если сарчук валерий винич сыграл очень большую роль еще несколько людей вот так он выглядит это сигналка это сигналка в общем давайте покажу вот другой другой институт прирост их здесь больше ну потому что два метра ну это просто за счет того что предыдущий штамп был немного поврежденный пересаживался пересадка все-таки хоть она искомом земли и ранней осенью она немножко повлияла на развитие и пару раз там по определенным причинам ломались ветки вот с другого института шедевр в принципе главное цвет форма в общем если есть какие-то различия то ну по крайней мере визуально и наблюдаю как он как-то не видел я здесь ореха вот при вас собираю вот он хорошо уже отрывается ореха особо не видел я думал здесь пару кластера уже снимал один или два кластера ну как видим орех есть по количеству сережек здесь шедевра вообще с этим вопросом никаких сережек он закладывает очень очень много и возможно даже сам себя частично запыляет и так квадратом я очень доволен да она все сейчас вот так но заняла очень немного места поливы подкормка идет прям посредине здесь даже он капли если я и честно говоря не пользовался тут небольшой участок я просто шлангой проливал там по возможности здесь все замульчировано влага держится очень хорошо солнце туда не попадать подкормка идет тоже во внутрь этого квадрата идет сумасшедшая конкуренция сейчас за выживаемость и эти кусты они пока штамба вернее они пока не показывают ну что им чего-то не хватает или они плохо развиваться они наоборот развитие у них скажем так можно даже сказать фантастическое огромные прирост и лист хорошим естественно идут здесь обработки это все там где возле дома находится здесь памятное дело внимание уделяется побольше чем на других участках но тем не менее мы видим что все хорошо поэтому квадраты пока на сегодняшний день я не разочарован в квадратах буду продолжать квадраты давайте если хотите глянем сейчас быстро еще один квадрат и завязываем квадрат каталонского здесь затесался один гали гали сразу можно определить темный лист и большее количество сережек но ореха дал не сильно много ореха секундочку можно посмотреть вот галли очень хорошо развивается очень скажем так при по поводу прироста по всему остальному развития вопросу вообще нет поросли очень много вот такой орех сладкий на вкус очень даже неплохой и быстренько каталонский значит каталонский тоже дает очень большие хорошие приросты квадрате вот это очень молодое растение осенняя посадка ну короче ладно все опять не помню в общем это у него сигналка сигнал в первый же год грубо говоря то ситуация как шедевром вот сигналки сорт каталонский тоже там есть еще орехи еще как минимум одна зависть точно есть вот постарше но она сильно зарезалась наверное не надо с молодых растений сильно зарезать его если и обрезать то буквально немножко чуть-чуть кончики для разветвления очень немного поэтому сильная зарезка вот и развития он такой небольшой а по годам ему уже как бы прилично он дал ореха побольше ореха побольше и вот я смотрю крупный есть каталонский ведь их ну вот он не отделяется не отделяется возможно что-то с ним не так вот такая ситуация тоже очень крупный орех бывает выпадает из плюске но не всегда у меня почему-то не всегда бывает остается плюске вот такой тоже квадратик очень я доволен этими квадратами не знаю конечно как это будет выглядеть когда они вымахиваю вымахают по пять метров будем смотреть но пока все замечательно всем спасибо огромное кто смотрел поставьте пожалуйста лайком понравилось обязательно поделитесь этим видео кому очень понравился внизу строчка поделиться кому что-то осталось непонятно задавайте вопросы в комментариях так как youtube я и создавался этот канал для общения я стараюсь здесь отвечать в первую очередь и всем спасибо огромное кто смотрел всем огромный привет из харькова и всем пока